Работа на одной из самых важных строек в Самаре кипит. Станция театральная, завершающая первую ветку городского метрополитена, расположится на улице Галактионовской, недалеко от площади Куйбышева и театра оперы и балета. В стартовом котловане уже завершили монтаж тоннеля проходческого комплекса мощного бура, который проложит будущий тоннель. Эти массивные изогнутые плиты не что иное, как железобетонные кольца, которые устанавливают по мере хода тоннеля проходческого комплекса. Это несущая конструкция самого тоннеля метро. В комплекс ведутся окончательные пусконаладочные работы. Машина практически готова к старту. Собран породный бункер для породы, смонтирован кран для выдачи породы. Готовимся к началу проходки. Планы запустить этот тоннель проходческий механизированный комплекс. На протяжении 9 месяцев он проследует до стартового демонтажного плана на улице Полевой, откуда, в свою очередь, навстречу нему выйдет второй тоннель проходческий механизированный комплекс. А что в будущем здесь будет располагаться на месте этих работ? Когда тоннель проходческий комплекс полностью зайдет в тоннель, будет переобустройство двора, выложены откаточные пути, стрелочные переводы для разминовки составов и будет идти полноценная проходка, подача колец и выдача породы. Из-за возведения новой станции возникла необходимость расселения граждан, чьи дома попали в зону строительства. Этот вопрос на особом контроле губернатора Дмитрия Азарова. Каждый случай рассматривают индивидуально. Причем, по федеральному закону переселенцев была положена только рыночная компенсация стоимости квадратных метров. Но в регионе социально незащищенные собственники, у которых это единственное жилье, на приобретение нового получили гораздо большие суммы. Всего из-за возведения новой станции из жилого фонда планируется изъять порядка 70 зданий, что затронет права более 700 человек. Из них порядка 400 – собственники помещений, и остальные – наниматели по договорам соцнайма. На постоянной связи с жителями расселяемых домов и депутатами Самарской губернской думы. Мы, депутаты Самарской губернской думы, конечно же, являемся вот этими проводниками взаимосвязи с жителями, которые мы, безусловно, общаемся. И то, чем мы будем пользоваться потом на десятилетия вперед, это высококачественное передвижение жителей Самарской области по этим линиям, по станциям метро затронет десятки тысяч людей. И мы сегодня, прямо здесь, на месте, на стройке узнали не только технические возможности и возможные сроки введения в эксплуатацию новой станции метро, но и как решаются все вопросы и проблемы, которые ставят перед депутатским корпусом граждане. Все основные работы по возведению станции Театральная планируют завершить в 2024 году. Дарья Химич, Александр Дутко, Дмитрий Алатарцев. Новости губернии. Новости губернии. Новости губернии.